...фильм, а еще забыл годов всех. Сегодня у нас питерский премьер, поэтому мы решили как раз сделать это эксклюзивно, и чтобы в зале была такая домашняя обстановка, чтобы не много народа, а вот так вот по семейным, по домашнему здесь я понимаю, что сбрались и поклонники, и люди знакомые наши. Очень бы хотелось, чтобы вы оценили картину, добрую семейную картину, которая является, мне кажется, подарком к Новому году. С 1 января 2016 года пойдет по всем кинотеатрам страны. С особой гордостью хочу отметить, что эту картину, 20 век Фокс, отметил 2000 копий. Это больше, чем «Елки», больше, чем «Высоцкий, спасибо, что живой» и другие картины, которые действительно шли по кинотеатрам. То есть надежда есть в наше российское кино. Хотя 20 век Фокс, конечно же, в последнее время не смотрели наши российские картины и не поддерживали их. Эту картину они посмотрели, и она им понравилась. Я сразу говорю, чтобы вам было понятно, почему, допустим, для нас это очень ответственно, с одной стороны, с другой стороны, приятно представила картину, которая даже отмечена людьми, которые уже не верили в нашу российское кино. То есть это тот самый подарок и нам, и вам всем. Я хочу представить, я не один представляю картину, режиссер картину, сценарист Анна Матисон. Мы показали картину в трех городах. Мы показали в Иркутске, в Новосибирске и в Новосибирске. Мы общего поедем в таких церах, потому что там холодно. На самом деле церах из кино. Да, я просто снимался в этом свитере, там в конце в кино будет. Чтобы не подумать, что я приехал в Питер, плюс 10, а я в свитере. Ну, бывает же, конечно, такое. Конечно. Холодно. Холодно было в Новосибирске, в Иркутске было холодно. Вот там действительно настоящая зима. Сейчас в Иркутске минус 30. 20. Минус 20? Да. 20. Я из Иркутска. Будет 30. Завтра пообещали 30. А у нас будет плюс 30, я думаю, что... Вот так что этот свитер настоящий. Мне приятно, что я сегодня представляю эту картину как раз практически в костюме своего героя. Да, и эти три показа, они прошли в хорошей атмосфере. И это первая встреча со зрителями. Сейчас первый раз мы представляем не в Сибири, а здесь уже в столице, в столице, в столице с зрителями. Есть огромная разница для нас внутренняя, потому что все-таки кино, которое снималось в Иркутске, и которое про Кросси или во многом, то есть во многом будет распространен, она не московская кина. Это точно совершенно. То есть видите, какой плюс сразу Питеру? Это не московская кина. Смотрите, посмотрите, какой сразу ажеротаж. Овации практически начались в зале. А в Москве, скажем, это не питерская кина. Это Сибирь. Поэтому сейчас, когда посмотрите вы, насколько кино было такое, если честно, без претензий, на то, что как вы составляли Архаус, который, наверное, трое друзей и родственников, это все-таки кино, которое именно массовое. И нам очень хотелось, чтобы это массовое кино было добрым, остроумным, возникло возникло ощущение нежности и кино со семьей, да? И эфирик своей собственной семьи. И какому-то нам вне... Когда нам... Да, не слышно. Так надо. Когда, знаете, когда хочется счастья и любви всем его хочется, и нам хотелось, чтобы это ощущение было найдено внутри себя. Чтобы под конец картины вы увидите, что с героями внешне-то ничего не произошло, ничего не поменялось. Счастье найдено не вне где-то, а оно найдено внутри. И вот это очень важное состояние той нежности, которая возникает, к концу мы надеемся, что оно возникнет, по крайней мере. Ведь все это в рамках какой-то такой простой и, надеемся, смешной комедии новогодней. И потом самое смешное, что я все-таки играю не очередную роль великого какого-то человека, легендарного поэта, барда. Я играю электрика. Иркутская. Вы понимаете, что это такое, да? То есть, наконец-то я вернулся все-таки к простым персонажам, к обычным людям, таким, как я, как вы. Да, поэтому, на самом деле, мне кажется, в этом есть такой, во всем случае, для меня плюс в этой картине, потому что, мне кажется, в моем герое, Андрей Кайгородович, многие узнают самих себя. Те же самые проблемы. Кредиты не являются в семье. И так хочется счастья в Новый год. Так хочется загадать желание. Это бокал шампанского, ту записку, которую сжигаешь. И очень хочется, чтобы все сбылось. Вот это абсолютно про нас с вами. Вот это то, что я хотел бы, на самом деле, передать вам в наступающем Новом году, как подарок, в наступающем 2016-м, который, говорят, будет не совсем простой год. Но хотелось, чтобы вы ушли с хорошим настроением. Мне кажется, это картина для хорошего, доброго настроения. А нам это вот так надо сейчас. Приятного просмотра. Спасибо. Спасибо.